Друзья, всем привет! Вы уже сдавали на Грузию. Европейский суд с какой-то радостью решил, что Россия должна выплатить ей 130 миллионов евро и сообщил об этом нам в надежде, что мы раскроем бумажники. Грузия, кстати, по этому поводу молчит, не плюет в колодец и правильно делает. Ибо тут может вылететь так, что не поймаешь, даже если ловить всей страной во главе с президентом. Вообще, Европейский суд мне очень нравится, там сидят такие славные ребята, что просто диву даешься, когда анализируешь их решения. Кто на ком стоял, не поймешь. А самое главное то, что они носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения. Вот вы бы отдавали деньги непонятно за что и непонятно кому, если бы это было не обязательно. Вот и я про то же. За что им зарплату платят? Скажите мне, сиди, придумывай всякую ахинею, которая носит рекомендательный характер и жди ежемесячных пополнений на карту. Чего так не работать? Да, беззубая какая-то организация, как ООН. Толку-то от них. Разговаривают, разговаривают. Контрреволюция одна. Деньги, видимо, некоторым некуда девать, раз они позволяют себе содержать такие синекуры. В прошлом году, например, Европейский суд обязал Россию признавать однополые браки. С какой радости? Вы их там у себя признаете, не убудет с вас. Россия тут вообще при чем? Нет, сидят и пишут решения. Заняться, видимо, больше нечем. У нас свое законодательство имеется. Национальное. В соответствии с федеральным законом от 11 июня 2022 годов. Номер 183 в связи с выходом нашей страны из Совета Европы постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России. Денежная компенсация по постановлениям ЕСПЧ будет выплачиваться исключительно в рублях и на счета в российских банках. Я бы, если честно, и компенсации по постановлениям не выплачивала. Написала бы, что федеральный закон имеет обратную силу и привет. Пусть верещат. Не в первый раз и, дай бог, не в последний. Слыхали, как Байден плачет и соломе из Тбилиси вслед за ним? Прямо как в той сказке. Дед плачет, бабка плачет, а курочка кудахчет. Ну, с курочкой мы разберемся. Дайте только время, что расстроило этого. Аксакала демократического движения? Ну, не просто ж так он льет слезы. Наверняка есть какая-то причина. Из самолета вытащили. Путину не пустили. Оказывается, его расстраивает Грузия. Он говорит, что там все не так, как ему хочется. Правительство ведет себя странно, президент не справляется с этой волной. Национального самосознания и что делать с Грузией, совершенно непонятно. Я, если честно, вообще не понимаю, какое Байдену дело до Грузии. Где Грузия, а где Байден? Они вообще в разных местах, из чего у него по этому поводу наблюдается томление в груди, совершенно непонятно. Или он путает ее со штатом Джорджия? Так ему надо просто объяснить. Это ж просто. На словах он может и не поймет, это сложно, но можно же нарисовать или показать карту, да и все. Разберется. Я вот тоже Литву с Латвией путаю. Они совершенно одинаковые, так что ничего удивительного, но я и не президент все-таки, мне простительно. А ему надо бы все-таки соответствовать своей высокой должности. Но Байден пишет письмо Соломе и заливает его скупыми мужскими слезами, и Байден пытается добиться, чтобы в Грузии сказали, можем повторить. Но там живут умные люди, а может, у них просто память хорошая и не говорят. И даже наоборот, высказываются в стилистике, что повторять как раз не надо. Еще и закон приняли просто ужасный с точки зрения демократии, требуют от иностранных агентов прозрачности. Мол, вы должны говорить, из какого источника вас финансируют. Что за тайны в нашем маленьком коллективе? Запад пришел в ужас. Они слишком поздно поняли задумку Кремля. Путин до последнего момента держал в тайне свои замыслы, а теперь остановить его уже почти нереально. Сбылись сразу два давних и жутких страха Европы и США. Не только Россия вырвалась из-под контроля, но и Иран тоже. А главное, вместе они теперь объединились и задумали самое страшное, чего так долго боялся Гегемон со своими приспешниками. Россия и Иран вот-вот создадут газовый ОПЕК. Теперь это стало возможно, теперь Запад уже не в силах помешать этому процессу. Хотя и стараются они изо всех сил. Итак, не успела Россия подписать договор между Северной Кореей, который потряс Запад до глубины души, как внезапно прозвучала новость о предстоящем подписании соглашения о всеобъемлющем партнерстве с Ираном. Это событие станет ключевым фактором региональной политики и на долгие десятилетия определит новый миропорядок в постамериканскую эру. Андрей Руденко, заместитель главы МИД РФ, прямо назвал предстоящий договор историческим, дав тем самым старт широким дискуссиям и предположениям в мировом политическом сообществе. Подробности будущего соглашения обещают быть просто ошеломительными. Итак, какие же принципиальные пункты будут затронуты в договоре и каковы будут последствия его заключения? Все эти вопросы ставят под сомнение стабильность уже сложившихся международных связей и бросают вызов прежним лидерам. Начнем с того, что этот договор стал результатом долгих и интенсивных переговоров, занявших почти два с половиной года. Он не был сочинен в последний момент как ход, а является крайне тщательно продуманной и согласованной на 20 и даже более лет вперед. Причем нетрудно понять, что основные контуры этого соглашения ударом по самым чувствительным точкам в Западе. На данный момент открытые цифры по товаробороту между Ираном и Россией относительно невелики – порядка 4 миллиардов долларов в год с той же Турцией, членом НАТО и коллекционером стульев – почти 57 миллиардов долларов. Однако динамика говорит сама за себя. По итогам первого квартала 2024-го Россия и Иран нарастили товароборот год к году на 48%, при этом экспорт из РФ в Исламскую Республику увеличился на 77%. Наши переговорщики пока наметили скромную цифру в 25 миллиардов долларов товароборота в год, но, судя по масштабу нового договора, не исключено, что рано или поздно мы подойдем к цифре в 200 миллиардов, которую в свое время озвучивали в Иране. Впрочем, товароборот не является самым точным индикатором торговых отношений между странами, важно учитывать также качество и разнообразие товаров и услуг, которые обмениваются стороны. И вот здесь как раз возникает самый неприятный для Запада момент, учитывая, как сложились обстоятельства, а она явно сложились не сами, а стали итогом долгого плана, Россия и Иран могут вместе создать структуру, которая окончательно подорвет экономическое доминирование Запада. Напомним, что недавно избранный президент страны первым же делом заявил о важности отношений с Россией. «Россия – наш ценный союзник и сосед, и мы намерены активно развивать сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе», – сказал он. Причем его планы включают расширение сотрудничества не только с Россией, но и с другими ключевыми игроками, такими как страны БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз. Недавно стало известно о заключении меморандума между корпорацией «Газпром» и национальной газовой компанией Ирана. Согласно этому документу, будет организована поставка российского газа в Иран и построен газопровод с севера на юг республики. Объем поставок составит 300 миллионов кубометров газа в сутки, что равно 109 миллиардам кубометров в год. Не так давно Россия решила продавать Инди нефть не за доллары, а за рупи. Как оказалось, идея была не самая удачная, но выход найти все же удалось. С индийской валютой возникли проблемы при конвертации, что было связано с правилами регулятора. А альтернативы на десятки миллиардов долларов Индия не смогла подыскать. Западные СМИ сразу же начали трезвонить на весь мир о том, что 40 миллиардов долларов застряли в рупиях. Также западные СМИ сообщают о том, что Индия теперь отказывается от поставок ресурсов из России. Но скорее всего, эти сплетни связаны с новыми правилами расчетов за энергетические ресурсы. Западу, конечно, очень не нравится, что Россия поставляет Индии огромные объемы нефти. Но, как оказалось, Россия все же нашла применение застрявшим рупием. Некоторые источники сообщают, что РФ закупила индийские ценные бумаги, а также стала полноценным партнером на многих важных предприятиях в стране. Но это, конечно, имеет преимущество в дальнейшей перспективе. Есть и другие решения для применения рупий. Например, Россия закупила на индийских предприятиях хлопка на 4 миллиарда долларов и рассчиталась за него рупиями. И это не простой хлопок. А именно такое сырье применяют в процессе производства. И этих материалов катастрофически не хватает самому западу. Известно, что самыми крупными производителями этого сырья является Китай и Индия. И вот теперь все объемы скупает Российская Федерация. А это, на минуточку, целых 13 миллионов тонн ресурсов. К слову, третье место по производству хлопка принадлежит Америке, и это только 3-5 миллионов тонн. Поэтому покупкой важного сырья Москва сразу решает несколько задач.